друзья приветствую сегодня я решил продолжать серию о слесарном инструменте о котором меня попросил рассказывать один мой друг сегодня у нас от керн видите зуб молоток и зубло зубило по-русски мы прошли уже теперь керн я вам вот показывал меня вот такой особый какой то есть другие нормальные но этот я вам объясняю для чего керн вот допустим друзья вы размечаете хотите просверлить отверстие или до станке этим вот так или дрелью но вы на ровном месте вот на ровном месте представить ну как бы вам объяснить ну вот допустим железячка или железка до на ровном месте у вас сверло будет водить и вы не попадете туда куда надо поэтому делается кернение он берется вот так друзья вот молоточек блин но вы поняли вот так берешь выставляете чик сила удара зависит от вас и глубина значит глубина это острая жала тоже заточенная под углом видите как наблюдайте вот друзья и можно накернять также я вам рассказывал когда прикол если вы токарь примеру такой же к примеру хотя бы как я то вы если однажды протачиваю вал под посадку под подшипник вдруг пролетели такое бывает да и вам стало стыдно очень стыдно и вы не знаете что делать и тут вы включаете заднюю мысль и она вам она вспоминает компьютера вспоминает что можно накернить вот так вот взять по кругу знаете много-много разное не обязательно ровно вот так многократно по всей поверхности обкернить эту часть которую вот допустим этот подшипник да кстати друзья вот еще один способ видит тут рифление кстати очень хороший попалась так под руку можно и накаткой накатки есть я вам вы наверняка знаете что такое накатка это накатывает рифление сделает она в растя держатель становится рифлением накатывается вот красиво видите как можно таким образом сделать но мы не будем отвлекаться это уже так попутно я вам рассказал мы берем на ровную поверхность есть и ровно и допустим на кернили вот так неважно каких местах но все обкернить желательно побольше кернений и потом вы в тугую за сайте подшипники будет вообще класс но есть еще один вариант токаря делают но это вот воронка обыкновенная посреди потому что я сейчас не могу вытащить вот подобие вот этой вороночки конус вот один одно ровное место и вот это все это лишняя конус делается просто конусу примите его до этой части вот и направляющие с отверстием чтобы керн по диаметру входил ровно понимаете вот ровно видите ровный диаметр вот он торчит на сейчас того же наука образности изучаете вы все мыслите уже образно правильно поэтому вы поняли вот это это не обязательно такой формы форма вы можете любую но главное вот здесь чтобы был вот в этом внутри был конус конус на конус тоже неважно какой вы сделаете какой хотите такой сделайте понимаете это для чего вот среди вам надо вот круглую ерунду у вас есть а вы нам надо накернить да вы не знаете как это самое ровно у вас не получится если вы этот конус вот так поставить и видели вот вы поставили и вот так ровно ставить чукнули да у вас будет ровно посредине отверстие вот так большего диаметр вы можете диаметр конечно до того диаметра который вот здесь сделаете понятно такая типа вороночки запомнили делаете все это силы большинство точил так делают потому что им иногда надо не в станке в станке то можно зажал и центровочным сверлом от бабки задней на кирк накернил а вдруг такой вариант что вам надо не в станке а так вот таким способом накернить поэтому вы берете вот типа этой но можете купить себе вороночку такую я конечно для этой цели не использую это просто попалась под руку чтобы вам образно рассказать представляете как этот процесс для чего кирк вообще вы поняли кирк для того чтобы кирк нить кирк нить почему кирк хрен его знает по-русски по-русски это будет примерно звучать я бы назвал и такой разметочкой для центра разметка и центра для сверления отверстий или дырок или отвертый рак как на моем сленге что я вам доходчиво объяснил друзья он это уже третий инструмент будет и про 4 я вспомню все слесарные инструменты спасибо за внимание